Друзья, добрый день! Сегодня 2 сентября. С самого утра увидел один видеоролик, который не могу оставить без внимания. Суть данного ролика заключается в том, что на территории Республики Беларусь уже несколько дней находится гражданин или Украины, или России, блогер, который ездит по нашей стране. Его встречают хлебом с солью в Минске, его встречают хлебом с солью в Гродно. Вот вчера он был в Бресте. Я немножко перескажу суть ролика, а потом скажу, что я об этом думаю. На встрече в Городе Бресте со своими, наверное, подписчиками, но как минимум, и это факт, что это граждане Республики Беларусь, жители города Бреста, прозвучали несколько вопросов от этих граждан нашей страны. Суть заключалась в том, что они хотели узнать отношение данного гражданина к его коллеге, блогеру, который работает на территории Республики Беларусь. Причина этого вопроса заключается в том, что эти же граждане смотрят видеоматериалы как этого блогера, так и нашего белорусского. И они понимают, что происходит что-то не то, и попросили его прокомментировать отношение к блогеру из Беларуси. Опять же, подчеркну, что этот вопрос их волнует с той позиции, что они смотрят его и смотрят другого. На что данный гражданин другого государства ответил, что по его данным, по его информации, гражданин Республики Беларусь, его коллега якобы отнесся или поступил не по-мужски к женщине и даже не к одной. Он что-то знает еще об этом, но не будет это комментировать, не будет говорить, потому что он может быть некорректен. И гражданин вот этот вот блогер из Беларуси не осмелится задать ему вопрос об этих причинах, потому что знает о чем речь. В то же время говорит о том, что с самого утра к нему ему звонил его коллега из Беларуси и поступали звонки, но он его игнорирует. Друзья, ну мне кажется, здесь чистой воды обман. То есть если тебе с утра человек звонит на телефон для того, чтобы пообщаться, возможно и ответит на вопросы на твои или задать вопросы, а ты его игнорируешь. Соответственно, здесь некорректно говорить о том, что он не осмелится узнать что-либо. Ну это ложь, на мой взгляд, очевидная. Но даже не в этом суть. Суть абсолютно в ином. Друзья мои, как только гражданин другого государства приезжает в нашу страну, его встречают хлебом с солью, его возят, его угощают, его слушают, у него спрашивают. И как только данный гражданин иностранного государства заявляет о том, что гражданин или граждане нашего государства, на территории которой он находится, он считает чмо, он не считает за человека, не считает за мужчину. Но, друзья мои, я считаю, что это начало, ну наверное, начало смены хозяина нашей страны, как минимум. Если мы полистаем историю, то я думаю, она не даст нам ошибиться в этих выводах. Так вот, я очень прошу нас всех, граждан, как только такие случаи появляются, очень внимательно обращать на это внимание. И не важно, хороший человек этот наш, согражданин, но он наш согражданин, он гражданин нашей страны. Знаете, как про детей говорят, когда вот родителям говорят, вот твой ребенок там что-то сделал не так. Ребята, каждый родитель ответит так, говно да свое. Вот ровно так же я могу ответить данному гражданину. Говно да свое, это наш, и мы сами здесь разберемся. И не надо сюда со своим уставом лезть. Это наша страна, наши граждане. И решать нашу судьбу должны мы сами. Не нужно за нас решать нашу судьбу. Спасибо.